Значит, это верховенство права, чтобы добыть, реализовать в наших условиях, это бывает тернистый длительный путь, поэтому должны быть очень активные наступательные действия, поднятие резонанса, участие журналистской общественности, средств массовой информации, депутатского корпуса, что правильно в этой конкретной ситуации было сделано и на недавней передаче с участием Анатолия Гриценко, председателем профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. И какие поступили сейчас депутатские обращения в адрес премьер-министра Украины, генерального прокурора Украины и руководителя Державной финансовой инспекции Украины Андреева. То есть, по данному факту, вот этого экологического преступления, потому что иначе его нельзя назвать, ибо тут задействованы и под угрозу поставлены вопросы экологической безопасности не только акватории Черного моря, прилегающие к берегам границам Украины, а также сопредельных государств Румыния, Болгария, Турция, Грузия. Здесь действительно надо поставить вопрос на международном уровне звучания и реагирования. То есть, первые лица, руководители государственной власти должны заставить суды и заставить подконтрольные, подвластные им органы исполнительной власти тщательно разобраться. Но наши суды, зная наперед, что есть указание не поднимать эту проблему, отказывают даже порой в принятии искового заявления к рассмотрению на первых шагах его попадания в суд. Общественные организации, которые работают в общественном проекте «Был город у моря», провели общественную антикоррупционную экспертизу тем законодательным и нормативно-правовым документом, на основании которого разрабатывался и реализуется проект строительства глубоководного выпуска СБО «Северная» в городе Одесса. К нами были собраны все материалы по данному проекту, проведен анализ соответствия данных документов, соответствия Конституции Украины, Водному кодексу Украины, закону Украины об охране окружающей среды и международному праву, которая присоединилась Украина, подписав ряд конвенций по защите, в том числе и Черного моря. И нами было установлено, что те документы, на основании которого был разработан данный проект по строительству глубоководного выпуска, не соответствует принципам и нормам международного и украинского законодательства. А в соответствии с постановлением Кабинета Министра от 16 сентября 2009 года номер 1057 есть разработан, утвержден порядок проведения общественной антикоррупционной экспертизы. В соответствии с этим нормативным актом мы провели нашу антикоррупционную экспертизу. Я вас уверяю, что, наверное, это одна из немногих антикоррупционных общественных экспертиз, которая была проведена у нас в городе. Первые отзывы, которые по нашему решению антикоррупционной экспертизы, нами были переданы документы в Верховную Раду, в Комитет по национальной безопасности и обороне Анатолию Гриценко. И уже, как Николай Леонидович говорил, что есть первые результаты. Именно ссылаясь на проведенную нами антикоррупционную экспертизу, уже сделан ряд запросов именно на указание соответствия данного проекта законам, как международным, так и украинским по защите экологического. Те информационные запросы, которые мы давали, позволяют нам заявлять, что наши институты, которые работают на территории нашего города, которые занимаются проблемой экологии Черного и Азовского морей, не были привлечены к проведению государственной экологической экспертизы. У нас на это есть ответы. Но мы связались с коллегами, руководителями этих направлений экологических всеукраинских, которые работают в городе Киеве, и они тоже возмущены данной ситуацией, что их тоже не привлекали к проведению государственной экологической экспертизы.